Давайте дружить за обедом! Давайте играть за едой! И это правильный ответ! Давайте петь песни любимые! Ты знаешь, без тебя ни дня Прожить нельзя мне! И прыгать с вышки большой! Давайте есть и смеяться Над трудностями и собой! Весело с этим парнем на банкеты ходить! И время обедать всегда найдётся У вашей семьи большой! Время обедать на Первом канале! Сегодня нас ждёт кулинарный матч! С одной стороны певица Сивара С национальной узбекской кухней А с другой шеф-повар русской кухни Олег Паротик Где вкуснее кормят? В России или в Узбекистане? Сегодня мы потягаемся где? Я думаю, что в Ташкенте Сивара, бросай вызов! Бросай вызов! Я бросаю вам вызов! Лично я от души, правда боюсь страшно Но всё равно бросаю! Я родился в России, в Москве Моя любимая кухня русская И сегодня я Сивару угощу русскими блюдами И надеюсь, она сама сдастся Сивара, какой обед ты сегодня приготовишь! Первое блюдо называется овощи, запечённые в духовке Духовке? Да, с под сыром, очень красиво, вкусно, питательно Это первое? Да А второе блюдо называется мостова Так, Олег, у нас что на обед сегодня? Сегодня мы приготовим два русских блюда Одно суп-поклёбка из бычьих хвостов Так, интересная А второе икру баклажанную заморскую Ну начнём тогда с икры баклажанной заморской Я смотрю, что мы уже на портвенюк так любовно выложили баклажаны и перец Да, баклажанчики, сейчас мы это всё запекаем То есть мы ничем не поливаем, ничего не добавляем, просто сейчас отправляем это в духовочку Просто отправляем в духовку, предварительно мы сделали отверстие, ну продырявили баклажанчики, чтобы из них выходил пар, вот, и всё это запекаем И отправляем в духовку, чтобы запечь для нашей икры заморской Отправляем А пока выпекаются наши овощи, мы начинаем готовить наш супчик, правильно? Да Помидоры, я понимаю, что мы отдали как бы кипятком Кипяточком, да Для того, чтобы снять шкурку Да, это для баклажановой икры Что у вас там, девчонки? Сейчас мы выкладываем наш кабачок такой Порезанный, просто так красивенько ты нарезала Такими токсами Мы выкладываем и поджариваем до золотой корочки Вот так пока Что мы готовим дальше? Значит, помидорки нарезали, да? Параллельно, да, мы нарезаем помидорочки, приглядываем за кабачками И на терочке вот у нас должна быть, значит, пропущена через терку грецкий орех И желательно, вот сейчас мы возьмем эту шкурочку и пропустим наш чесночок Певица Севара покоряет сердца любителей этнической музыки во всем мире Ее имя значит «любимая» А сердце самой Севары прочно принадлежит своему народу Она несет миру родные узбекские напевы И из всех кухонь предпочитает узбекскую Я хочу задать вопрос нашему гастрономическому журналисту Сергею Иванову В чем же разница между узбекской и русской кухней? Ну, во-первых, эти две кухни имеют, конечно же, разную историю Историю происхождения, историю формирования тех ингредиентов и блюд, которые попадают к нам на стол Узбекская кухня формировалась благодаря караванным путям, которые шли через Фергану, через Ташкент Как раз то богатство специй, чем и богата узбекская кухня Это как раз наследие вот этих вот больших базаров, больших караванов, которые останавливались в Узбекистане Идя, допустим, из Персии Русская кухня формировалась чуть из других, в общем-то, направлений И большая часть продуктов, которые попадают к нам на стол, они пришли как раз из Европы и из Америки Итак, наши овощи испеклись Мы достаем Так, что нам нужно сделать? Значит, баклажан нужно будет разрезать и вытащить оттуда всю мякоть И будем вытаскивать мякоть Да, будет мякоть А с баклажанскими перцами Итак, в рубрике «Хозяйки на заметку» наш шеф-повар учит правильно снимать кожицу с перцев Мы берем сейчас обычный полиэтиленовый пакетик для того, чтобы погрузить тот наш перчик Наш перец, который запекся в кожуре, естественно Накрываем его И? Накрываем Все, он так остывает Немножко остывает и у нее кожа отходит от самого перца И все? Да, а потом вынимаем и очень легко снимается А, ну он горячий Да, сейчас Пока не остынет, ему нельзя будет Немножко остынет он здесь Вот, и очень легко мы снимем потом с него кожицу Шеф-повар Олег Поротиков в детстве был привередлив в еде Его мама сердилась, приговаривая «Иди, барин, в ресторан!» Вот он туда и отправился В кулинарии, считает Олег, как в жизни Есть симпатии и есть любовь И его любовь – это русская кухня А крошку и гречку он согласен есть каждый день Я смотрела на тебя в голосе в программе и задавалась вопросом Да Ну как же это имя этой девочки необыкновенно переводится «Сивара»? Что означает «Сивара»? «Сивара» – любимая Это все это Ох! Это так она и красавица! Это любовь! Это любовь! Это любовь! Вот все надо делать с любовью! Ты поешь так, что все просто мурашки, просто мурашки поднялась Я люблю, ты brothers и любые Ты похожа, как ты, любовь! Это любовь! Это любовь! Ты мой человек, не любишь? Ты что же любишь? Ты что же любишь? Настя, тебе люблю! Тай, я люблю! АПЛОДИСМЕНТЫ Выкладываем все-таки вот в четыре штуки. У нас, к сожалению, сковородочка маловатая. И так мы... Мы выкладываем на полотенце, чтобы промокнуть излишний жир, да? Ну, желательно, да, чтобы все это вышло. А тем временем нам надо будет поджарить наш такой, как соус получается. Там будут грецкие орехи, чеснок, помидорчики. Вот. Этим соусом мы укратим наш... Дай мне задание, Севара. Так, давай, что-нибудь я тебе помогу, пожалуйста, смешаю соус. Станцуйте, а я спою, хотите? О, замечательно! Это потрясающе! А вы можете все хлопать? Мне задание. АПЛОДИСМЕНТЫ А нам надо готовить. Так, а тем временем мы сняли курицу из наших баклажанов, да? Да, оставили. Да, вот мы так вот водичку лишнюю вот, чтобы слилась, чтобы они были такими сухенькими. Дальше, я думаю, что можем уже наши перчики. Да, теперь мы вытаскиваем из пакета наши перчики. И вот самое интересное, как же снять шкурку? Вот легко ли действительно снимется шкурка после того, как наши перцы полежали в пакете? Да, вот попробуем. Ой, слушайте, ну невероятно просто, посмотрите, вау! Хозяйки на заметку! Действительно очень хороший метод, такой быстрый, раз-раз, и шкурка снялась. Метод гарантированный. Да, точно. И мы мякоть, перец добавляем тоже, да, в баклажанную игру? Да, мы только сердцевину очистим. А вот правда говорят, что ты русским блюдом вылечил саму Тину Тернер? А, был такой случай, да, работал я в одном ресторане. Очень интересно. Да, много лет назад приезжала Тина Тернер в Москву, и у нее должен был быть концерт. Вот, накануне она была в этом ресторане. Она немножко приболела, и концерт был под угрозой, под угрозой срыва. Так, и что же тогда? Да, и... Приготовили ей? Да, и мы хотели ее угостить русским сбитням. Вот, соответственно, вот мы приготовили, так получилось, что на кухне оставался я один, они приехали очень поздно с группой, вот, и подавали этот русский сбитень, я его варил. Вот, и на следующий день концерт состоялся, и многие газеты писали о том, что... Что русский сбитень... Что русский сбитень... Вас русским сбитнем Тину Тернер, которая приболела в России. Ну, понятно, как же. Да, и концерт, да, и концерт состоялся. Что мы готовим? Ну, что мы, значит, да... Мы доделываем сейчас соусик, вот, который надо будет сейчас выкладывать на... Как ты это сделала? А грецкие орехи? Грецкие орехи, натерки, да, натерочки. Добавляем, значит, чесночок наш, тоже измельченный, и помидорки. Севара и Олег используют сегодня помидоры. Я хотела спросить у нашего диетолога, насколько полезны жареные помидоры и запеченные. Вы знаете, помидоры – это очень хороший овощ, он богат магнием, и когда овощи запекают, они лучше сохраняют свои полезные свойства, чем жареные. Так что запеченные овощи всегда, в том числе и помидоры, это более полезно. Наташа, а что у вас происходит? О, мама, у нас происходит ювелирная нарезка наших овощей. Профессиональные. Да, то есть очищенный болгарский перец мы такими, ну как бы, в произвольной форме нарезаем. Также мы нарезали томаты, перед этим мы убрали все косточки, чтобы была только вот филейная часть, не попадались нам косточки. И теперь вот синий, с синенькими, что мы будем делать? Так, запеченные баклажаны мы сейчас просто тоже произвольно рубим. Олег, а я знаю, что мама тебе напророчила профессию повара, это правда? Ну, фактически да. Дело в том, что я был очень капризным ребенком, наверное, как и все дети. Так. Вот, очень плохо ел, и мама каждый раз ругалась на меня и говорила, ну все, иди в ресторан и пусть тебя там кормят, раз тебе не нравится домашний еду. Вот. Вот так и произошло, да. Вот тут посылала, посылала Олега мама в ресторан, вот он и пошел туда. Да, всю школу посылала, а потом уже пошел учиться на полу. Так, ну я смотрю, интересная техника, да, вот такой. Вот таким образом. Попробуйте, Наташа. Превращаем в такую. А я дорежу. Кстати, удобненько, так. И руку расслабьте, и прямо вот так вот спокойно. Да, главное расслабить руку. Да, не могу, напрягайте ее. Итак, достаточно я порубила. Ну все, этого достаточно. То есть мы сейчас смешиваем. Да, сейчас там у нас слишком много воды, сейчас я посмотрю, может быть... А то есть надо опять-таки, вот чтобы не было много водички, вы обращаете внимание, когда делаете икру, значит надо опять процедить, да? Нет, а мы сейчас по-другому поступим. Мы сейчас переложим все сюда икру, ну, баклажаны. Да. Вот, а потом оттуда возьмем помидоры, уже сколько нам нужно. А, то есть мы возьмем, сколько нам необходимо. Сколько нам необходимо, да. Сиварочка, что у нас? Все, кабачок готовый лежит, мы его как бы там в нужном количестве посолили, поскольку я с солью не особо дружу, но я так, минимально посолила. Да. Значит, добавили сейчас вот после того, как все вынули, подождали, чтобы все это вытекло ненужное, уложили все в противень, вот в посудину и получается положили соус, который состоял из орехов, потом чеснока и помидорчика. Да, все это вот в таком... Ну, поджарили немножечко. Продержали буквально 2-3 минуты, очень быстро-быстро, чтобы... Уложили сверху противень. Да, сверху положили и посыпали большим количеством сыра. Большим количеством сыра. Да, чтобы было немало. Теперь это все кладем в печь, которая должна быть разогрета до 170 градусов на 20 минут. На 20 минут, да, пожалуйста. А пока наши овощи будут запекаться, мы приступим ко второму блюду узбекского обеда. Как называется второе блюдо? Ой, ну вот это очень узбекское блюдо, рекомендую, называется мастава, суп мастава. Это такой вот узбекский суп, но с кислым молоком, да? Желательно, да, кислым молоком. Вообще его еще называют суп, который очень отрезвляет быстро. То есть любую интоксикацию снимаем. Его, как бы, при некотором отравлении тоже рекомендуют. И, как бы, да, это суп все-таки легкий, он не сложный. А в Узбекистане, наверное, на хумусе готовят, да? Да, нет, кислым молоком. Кислым молоком. Так и называется катык. Кстати, сегодня вот именно катык. Вот, теперь мы за счет репу. Извини, а если ты бы готовила с мясом, какое мясо ты бы добавила? Вообще это, ну, как бы, тут не то, чтобы желательно или нежелательно. Естественно, там, либо барашек, либо коровку, да? Ну, коровка, как бы, барашек, он все-таки по калорийниям, там, коровка, она в любом случае зависит от места, каких берется. Просто я с мясом не дружу, и поэтому вот сегодня у нас такой очень легкий, легкий обед. А я, Влад, хотела вас спросить, а вы пробовали узбекскую маставу? Вы знаете, я много пробовал узбекских блюд, потому что я очень люблю эту кухню. А маставу, именно. Я, правда, я очень много, я не ориентируюсь на званиях, но я часто хожу в узбекские рестораны, я бываю в Узбекистане. Ага. И, конечно, конечно, то, что Севара осмелилась узбекскую кухню без мяса нам подать, это, конечно, вы знаете. Ну, я думаю, мои соотечественники не обидятся, потому что у нас все мясное. Да. От начала и до конца все мясное, да. И, причем, вот я, когда ехал на программу, я уже мечтал о том мясе, которое приготовит Севара. Такое разочарование Севара. Влад, ну, получается, мы совместим. Вот у нас с Олегом дружба народов, понимаешь, у него мясное. У нас будет мясо у нас. У нас будет мясо. Будет, да? И будет русская кухня, да. Да, потому что Володя не уйдет. Скажи, у вас большая семья? Вот кто научил тебя так готовить? Так, у нас семья, ну, не знаю, средняя, четверо детей у моей мамы. Это мать-героиня в наше время. Да, да, да. Где-то у нас четверо детей у кого. Ой, слушайте. Так, и все поют? Нет, нет, не все поют, конечно. Пою я, но больше, наверное, в папу. Он по молодости пел. Так. И даже в некоторых фильмах успел поучаствовать. Вот. И как бы так получилось, что, видимо, у меня это все вот больше во мне отобразилось. Я боролась, что я не буду петь, и все-таки я пришла к тому, что я пою. Так, Олег, что на второе готовим мы? Да, мы готовим суп из бычьих хвостов. Ага. Хвосты мы уже положили. То есть похлебка такая русская? Да, похлебка, да. То есть хвосты мы туда уже положили. Что еще мы туда положили? Нарезали лук, крупно нарезали лук, морковь, сельдерей. Вот, сейчас положим чеснок. Чеснок, посмотрите, как интересно. Мы его разрезали, прям разрезали, прям вот целую головку чеснока пополам. Да, прям вот как есть. Вот, положим лавровый лист. А то я понимаю, что мы будем потом это процеживать? То есть мы крупно нарезаем по той причине, что все равно мы будем это процеживать. А вот чтобы был такой бульон насыщенный, Вот дальше смотрите, у нас даже чеснок получается со шкуркой. Со шкуркой, да. Так больше, лучший аромат. Больше аромата будет. Вот. И душистый перец. Вот этого будет достаточно. Я знаю, Олег, что бычий хвосты – это такая не совсем русская традиция. Или, может, я ошибаюсь? Почему? Это в любой кухне может использоваться, и в том числе русской. Наташа, вы обещали, что у вас будет мясо, а я услышал, что будет бычий хвост. Это как-то меня расстроило. Обмануло. Мясо будет с хвостом. Мясо будет с хвостом. Да, будет. Потому что у нас хвосты – это основание хвоста, и поэтому там больше всего мяса. Там больше всего мяса. Тем временем, Севара, добавим морковь. 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 И не нужно думать, что викторианка. Я просто временно не дружусь с мясом. И всё. Это такое временное помутнение, скажем так. Тут очень важен большой огонь вначале. Вот чтобы всё это колыхалось, чтобы оно там всё взлетело, и потом водой заливаем. Мы не заметили, что тебе шкварчало на всю студию, и всё. Да, да, да. Я стараюсь. А муж доволен, что ты готовишь? Он вообще порешил сразу, что я готовить не буду. Он сказал, что я звезда, я должна только петь. О! Вот, настоящий мужик, настоящий мужик. Он виноват. Он виноват. Он виноват. Всё, мы заливаем воду, потому что прошло определенное время. Мне так не нравится очень. Воду, не бульон, заметьте. Да, не солим. Пока сейчас просто вот на всё, что поджарилось, мы заливаем водичку. Полтора, где-то, ну, получается, 0,5, да, литра, получается. Так, Наташа, что у вас? Так, ну что у нас? Так, у вас бычьи хвосты. Бычьи хвосты, всё нормально, мама, не волнуйся за них. Они варятся. А я смотрю, что мы отдельно, значит, взяли бульон из похлёбки. И что, для чего это? Варим морковку, картошку, ну, овощи. А, то есть мы отдельно в бульоне, в другой кастрюльке, мы варим морковку, картошку. Да, и... И что ещё? Обжарим лук. Обжарим лук, то есть пастером вот... Да. А почему в другой кастрюле? То есть вот основной суп, похлёбка будет именно вот эта, да? Да, потому что овощи, которые у нас сварились изначально, они пошли на варку бульона. Они всё, они... Отработали своё. Отработали своё. А это нам специально для уже готового бульона. Для гостей, чтобы его, чтобы они могли попробовать. Ну, я хочу напомнить, что суп у севары на воде, а вот у нас на варистом мясном бульончике на хвостах бычи. Так, что мы, значит, заканчиваем нашу мостово? Заканчивая мостово, мы должны обязательно, а не заканчиваем, мы должны помидорчик положить, вот это всё, пока варится, минут 10-12. Помидорчики у нас консервированные, да? Да. Либо это может быть томатная паста, но лучше, конечно, вот в собственном соку помидорчики. Скажи, пожалуйста, а что мамочке заказываешь, вот приезжаешь домой, вот любимое твоё блюдо? Вообще, честно, мостово, вот я такая скучная, клянусь. Я сразу говорю, у меня мостово, мне обязательно, чтобы коты, чтобы кисленькие, да. Кладём картошку и сразу рис, чтобы это всё сварилось. Картошку и рис, да? Да. Вот, и мы сидим и с ней балдаем подолгу, то есть это обязательно зелёный чай. И вот мы как бы, в любом случае, может быть, это не сильно всё сочетается, но это всё вкусно, и главное, что беседа делает своё дело. Всё, вот мы всё положили, и обязательно мы делаем огонь, ну, как бы поменьше уменьшаем его, чтобы он уже варился, желательно минут где-то 15-20 в этом состоянии. То есть, в целом, готовка супа 25-30 минут, и суп готов. Он реально вкусный и очень полезный. Я знаю, что Саша Морозов, наш любимый, пришёл, обожает узбекскую кухню. За что? У него друг узбек. За то, что Сивара готовит. Я вообще здесь нахожусь в таком двояком положении. Я как мужик должен болеть за Олега, как русский я должен болеть за Олега. Но так как с Сиварой, моя подруга, мы прыгали вместе с вышки, и у меня узбек Абита Осомов, народный артист Узбекистана, я понять не могу, за кого мне болеть. За дружбу! За дружбу! За дружбу болеть, за дружбу, за дружбу. Обожаю узбекскую кухню, приезжал недавно туда, в Ташкент, и меня такими разносолами там угощали. Ну, это просто какая-то фантастика. Надеюсь, Сивара нас сегодня тоже удивит. Так, а у нас, между прочим, уже всё готово, и мы можем сервировать. Так, значит, первое наше блюдо. Икра баклажанная заморская. Да, с козьим сыром. С козьим сыром. Значит, у нас есть икра, которую мы приготовили из баклажанов, перца и томатов, правильно? И томатов, да. Запечённых. Посолили, поперчили, больше ничего там нет. Дальше мы такие сделали греночки. Вот на них мы и будем намазывать козий сыр. Так, где он? Мягкий сыр. Мягкий. Берите, надо что. Так, прям беру. Ну, сколько вы хотите. И прям вот мажу, то есть как... Как бутерброд, да. Как на бутерброд. Так, отлично. То, что мы предварительно запекли. Да. Значит, вот я мажу сыр, а Олег сверху мажет икру. А я буду выкладывать икру. А вот, Олег, ну вообще, я знаю, что в эту икру можно добавить чесночок, там, перчик поострее. То есть это уже пожелание на вкус. Ну, это у нас такая лёгкая икра, без чеснока, но с кинзой. Так что целоваться после нашей икры можно. Теперь возьмём козий сыр. Так, и сверху мы... А, то есть ещё мы натираем сверху... А это какой сыр? Это козий сыр. Брэнза, ну типа брэнза. Это брэнза, да. Типа брэнза. Типа брэнза. Натираем. Так, всё, да? Так, наше первое блюдо готово. Так, сейчас мы ещё кинзу... Помидорку. Помидорку. И веточки кинзы. Причём кинзу можно подрубить ещё внутрь, если хотите. Ну, в данной ситуации мы её не подрубили внутрь. Второе блюдо – это похлёбка на бычьем хвосте. Значит, мы берём водичку. Она закипает, потом мы добавляем бычий хвост. Можно сразу? Можно сразу? Добавили бычий хвост, крупно нарезали лук, чеснок положили прям целый с кожурой. Что ещё мы положили? Морковь, сельдерей, зелёный сельдерей, чеснок, тимьян, лавровый лист и бешистый перец. И такая очень аппетитная похлёбочка у нас получилась. Дальше мы этот бульон в другую кастрюльку и туда добавили картошечку, морковочку и что ещё у нас? Сельдерей. Бульончик и наша похлёбушка готова, мы её сервируем. Вот наши хвосты. То есть посмотрите, какой аппетитный кусок мяса в тарелку. Всё как надо. И теперь наш прекрасный ароматный бульончик. Соответственно, наливаем. Я беру с печи наши кабачки узбекские. Узбекские в соусе вкусно. И много сыра, просто корочка такая. Узбекского? Ммм, узбекского. Так. Вот, и мы сейчас всё будем накладывать аккуратненько. Вот мы сейчас порежем. Севара, повтори рецепт, пожалуйста. Рецепт, значит, главный герой кабачок. Мы его чуток солим совсем немного. Затем мы всё это как бы обмакиваем в муке и кладём в сковороду. Всё это прожариваем буквально две минуточки. И выкладываем на, желательно, на салфеточку, чтобы всё это так лишнее ушло. Сок там пошёл и так далее. Масло, масло. Да, масло вышло и так далее. Жир. Затем мы берём и делаем такой соус для кабачка. Берём, значит, грецкие орехи, которые натерли на тёрочке, потом выжатый. Жарим на сковородочке немножечко, да? Мы его поджарим, бросаем тут же чесночок, три желательно чесночка взять, небольших зубчиков. И тут же свежие помидорки. И помидорчики нарезаем на дольки и кладём. Можно очистить помидор, можно не очистить. Это уже по желанию в любом случае. Мы кладём всё это, прожариваем, выкладываем в посудину наш кабачок. Вот этими классными кружочками поверх украшаем нашим соусом, помидорками, то, что с грецкими. И много засыпаем сыром. И засыпаем сыром, желательно кисло-сладких сортов. И сколько минут мы? И минут 20 мы всё это делаем. И у нас какое блюдо получилось потрясающее. Вроде неплохо. Да, теперь второе, пожалуйста. Второе наше блюдо – это мастаба. Значит, рецепт следующий. В кастрюлечку немного растительного масла. Затем добавляем туда репу, морковочку, лук. Всё это обжаривается на большом огне. Обжарилось. Затем мы берём, добавляем туда воду, наливаем где-то 0,5 литра воды и варим минут 7. Пока вода всё это закипает, мы кладём как бы тут же помидорчики, которые в собственном соку заморочены. Затем обязательно соль, перчик, красный перец можно положить в зиру. Вот такая есть. Потом закладываем картошку, рис. Да, это всё прям идёт буквально друг за другом. И такая наваристая получалась. Вкусная такая, не пюре суп, но такая вкусная масса. Вот я смотрю, и очень вкусно. И выглядит красиво. Очень вкусно, да. И главное, главное, мамочка, Людмила, главное в конце обязательно ложечку КТК, кислого молока, и приправляем это, украшаем всё это свежей зеленью. Ну что, Сивара, наш узбекский обед готов. Пригласи гостей к столу, пожалуйста, по-узбекски. Хурматли михмонла. Мархамат. Йохамли. Приятного аппетита. Йохамли штаха. Саша Морозов, первое слово. Какие оценки? Олегу я ставлю 4. Сиваре я ставлю 5. И не потому, что она моя подружка. А мне правда было вкусно. Спасибо. Спасибо. Вероника, пожалуйста. Вы знаете, сегодня я поставлю Олегу 5. За то, что мне он, как до моей хозяйки, открыл секрет. Сиваре я поставлю 5. За то вкусное блюдо. Сивара, огромное спасибо. А потом, вы знаете, очень хорошо, что вы заправляете свой суп Катыком. Это очень полезный кисломолочный продукт. Спасибо большое. Спасибо. Влад, какие у вас оценки? Олегу я ставлю 4. АПЛОДИСМЕНТЫ Олег, спасибо. Это за бычий хвост. А Сиваре я ставлю 5, конечно. Спасибо. Сивар, ты молодец. Я тебя люблю. Молодчина. И подведет Наташа наш итог Сергей Иванов. Олег, вам я сегодня ставлю пятерку за то, что вы напомнили нам о таком прекрасном блюде русской кухни, как похлебка из бычьих хвостов. Это очень редкое блюдо на наших столах, к сожалению, но очень вкусное. Спасибо вам за это. Спасибо. Сивара. Бесспорно пятерка. Ура! Бесспорно пятерка. Есть, есть! Неожиданно так. Спасибо. За то, что вы показали сегодня узбекскую кухню с новой стороны. Вы, как представитель молодого поколения, действительно показываете, что можно даже без мяса приготовить мостову, которая будет просто мечтой всех. Иногда, иногда. Спасибо. Спасибо. Наташа, счет сегодня 20-18 в пользу нашей любимой певицы Сивары. Ура! Сивара, мы тебя поздравляем. И этот памятный приз от нашей программы «Время обеда» тебе на память, чтобы ты нас не забывала. Олег, пожалуйста, подходите к нам, вы не расстраиваетесь, потому что вы настоящий профессионал и красный. Бычьими постами было исключительно замечательно. А мы с вами прощаемся и с вами обедали Людмила Порывай и Наташа Королёва. А прямо сейчас вас встретит Анна Фроловцева. Здравствуйте. На календаре 26 ноября. И действительно, Новый год вот-вот уже скоро-скоро-скоро наступит. И я вам сегодня расскажу, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, как засолить хорошую семушку. Значит, для этого мы смешиваем.